Приветствую вас. Если вот как-то так коротко суммировать вопрос, то это отношение со свеклами. Но, если честно, мне кажется, что проблема немножко глубже. Мне, если честно, кажется, что проблема изначально заключается в том, что вы, Варвара, со своим мужем не являетесь, вот, что называется, такой отдельной, да, обособленной семьей. Вот. То есть это и ваша мама тоже способствует в какой-то степени нарушению личных границ вашей семьи. А свекры это уже в какой-то степени определенное следствие. Вот. Это определенное следствие вот этой самой проблемы. Когда, например, вы говорите о том, что мама помогает вам с ребенком, соответственно, и муж доволен, здесь уже чувствуется, что, а сами-то вы с ребенком, вероятно, бы не справились, и были бы, получается, как это сказать, были бы, получается, недовольны. Вот. То есть, условно, вы не смогли бы нормально существовать, да, если бы были бы только в устрою. И вот этот момент является здесь ключевым. Да, я знаю, что это не совсем ответ на ваши вопросы, что вы хотели другого ответа, и спрашивали вы про другое. Я прекрасно, прекрасно это понимаю, вот, что вы спрашивали про другое. Но дело в том, что иметь, взаимодействовать со следствием, да, всегда несколько хуже и более энергонабратно, чем взаимодействовать с причиной. Причина заключая, причина здесь в ваших отношениях с мужем, да, которые, судя по всему, недостаточно крепкие и недостаточно оптимизированные в плане соотношения ваших сильных и слабых сторон для того, чтобы иметь реальную возможность, ну, как бы, вот, быть автономной системой. Вот. Соответственно, при отсутствии такой вот автономности и при наличии слабых личных границ, которые сформируются, к сожалению, за счет аналогичных личных границ ваших и вашего мужа, нет ничего удивительного в том, что происходит, то, что происходит. Вот. И, соответственно, да, это, конечно, вызов. Это вызов. Вызов это для вас. Вызов это для, ну, в какой-то степени, да, для вашего мужа. Тоже. Вот. Но, тем не менее, вот, если вы хотите, чтобы эти проблемы прекратили, да, то нужно, вот, как раз-таки, этот вызов, ну, на мой взгляд, принимать, да. И, соответственно, как бы, как бы, как бы, значит, что-то с ним делать, вот. В противном случае просто всегда будет кто-то, всегда будет кто-то в ваших отношениях, да. Это будет, либо, вот, значит, свекры, да, которые, по вашим, по вашим словам, да, не умеют себя вести, да, и которые ведут себя уже чумно, и вы не знаете, по сути, там, куда их деть, и, как бы, ну, значит, как с ними обращаться, например, вот. Ну, и ваша мама, которая тоже, вот, компенсирует на какие-то ваши собственные, ну, грубо говоря, слабости, да, какие-то ваши собственные, там, ну, условно, да, недоработки, какие-то ваши собственные моменты, вот, и так далее. То есть сейчас основная ваша задача понять, что не вы ответственны за свое благополучие, не вы за это ответственны, а за это ответственны, ну, другие люди. То есть вот, да, ну, например, 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 например ваших мам, вот, которые помогают вам с людьми. Я понимаю, как звучит мой следующий вопрос, да, вот, я понимаю, что могу навлечь на себя ваше недовольство, и, возможно, это справедливо, но как вы пришли к тому, чтобы завести ребенка, да, при этом, ну, фактически, не имея возможности, да, вот, ну, с мужем вместе, вместе с мужем, ну, его обеспечивать. То есть то, что вам нужна, постоянная помощь. Понимаете, да? То есть вы не самостоятельны, как отдельная структура. И что для этого нужно, да, какие для этого корректировки нужно внести? Это большой вопрос. В частности, меня смутило, например, то, что вы говорите, что недовольны воспитанием мужа вашего. То есть вы не принимаете, ну, не принимаете какие-то его особенности, да. Ну, опять же, возникает вопрос, если вы не в восторге от воспитания своего мужа, а воспитание это, в принципе, ну, если мы сейчас обобщаем, да, не вдаваясь в детали, да, и в исследовании этого феномена, вот, то вы не принимаете его, вот. Понимаете, какая штука? И, соответственно, такие отношения не могут быть доверительными. Такие отношения не могут быть, ну, не то, чтобы крепкими, да, крепкими они, наверное, могут быть за счет различных тенденций, а такие отношения не могут быть, как бы, открытыми, позволяющими людям раскрываться и проявлять себя, в том числе с равных сторон. Вот. Вот это то, что меня смутило, это то, на что бы я обратил внимание в первую очередь, и то, наверное, с чем бы я поработал, да. Ну, вот, возможно, с вами и с вашим мужем вместе. Что касается, собственно, самих свекров, да, и вашего вопроса, касаемо того, значит, вот вы пишите, да, значит, хорошо отношусь, да, но как дать понять людям, чтобы они приедут, либо снимали квартиру, либо покупали? А как это дать понять? А никак это не дать понять, потому что там, если люди не понимают, да, не понимают, то они не понимают, им не выгодно понимать, им не выгодно понимать. И это нормально. У них свое видение, у них свои какие-то представления, да, у них своя четкая стратегия. Я думаю, что не случайно вас задевают то, как они себя ведут, потому что при некой такой, ну, при некой, не знаю, негативности, да, их поведения, а при некой эксцентричности их, ну, при некой эксцентричности, да, их образа жизни, эти люди действуют более в своих интересах, чем вы. Хотя вы, ну, говорите, что типа у нас вот все по-другому, моя модель воспитания не близка и прочее, прочее, прочее. И я прекрасно, я прекрасно, я прекрасно понимаю, что вам это может не подходить. Давайте, давайте, давайте посмотрим. Модель поведения, модель воспитания не подходит? Не подходит. Значит, ну, я имею в виду модель воспитания, да, ребеночек, и так далее. От воспитания мужа вы не в восторге? Не в восторге. Но почему-то получается так, почему-то получается так, что более в защиту своих интересов действуют именно они, а не вы, да? И они еще ухитряются, да, ухитряются там, вас жизни учить и прочее. Поэтому я не думаю, что вот это случайно, то, что вы, ну, так реагируете на них. Я просто хотел бы, чтобы вы увидели сердце проблемы, чтобы вы увидели ее корень, вот. А он заключается не в свекрах ваших, вот. И не в их поведении, и не в их отношении к вам, вот. И так далее. Нет. Он заключается... Проблема заключается в том, о чем я уже сказал. Вот как-то так. Если вы хотите и готовы в этом направлении работать, чтобы вам с мужем, как бы, стать действительно независимой, как бы, экосистемой. Вот. Это один момент. А когда, ну, как бы, личные границы, они открыты для одного, но закрыты для другого, хотя роль, в принципе, этих людей одинакова. Только там разные ценности, да, разные приоритеты, но роли одинаковы. Что он не получится их укрепить настолько, чтобы один человек вас услышал, а другой нет. Ваша мама, как бы, находится с вами в хорошем тандеме не в силу того, что вы выстраиваете с ней, а, как бы, ну, интерес, взаимодействие, основанное на самоценности. А потому что она совпадает. Она совпадает как-то вот с вами, она совпадает в какой-то степени с вашим мужем и так далее. Это случайность. Вот получается, что ваша именно с мужем и вашим ребенком семья зависит от случайности, совпадете вы с людьми или нет. И если вы не совпадаете, вы страдаете. И в этом плане совпадение и несовпадение является одинаково деструктивной для вашей семьи тенденцией, потому что это что-то идущее извне. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Всего самого доброго. Продолжение следует...